приветствую вас на моем канале сегодня свяжем свитер для собак крупных пород я буду вязать для пятимесячного каникурса свитерок получится очень теплым мягким и уютным не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео нам понадобятся следующие мерки обхват шеи у меня 50 сантиметров длина спинки у меня 55 сантиметров длина от воротничка до лапки 20 сантиметров длина рукава 10 сантиметров длина на пузике 30 сантиметров начнем связание резиночки затем провяжем до рукавов пози к укороченными рядами провяжем вниз свитер к еще нам понадобится обхват самого широкого места меня обхват грудки 75 сантиметров плотность вязания на 10 сантиметров у меня 12 петель вязать я буду из такой пряжи от на к толстая объемная ниточка цвет у меня двести пятьдесят семь составе мохер шерсть и акрил на 100 метров 100 грамм у меня ушло четыре моточка обычным способом на спицы номер шесть я набираю наши 60 петель плюс одну петлю я набираю для замыкания вязания в круг соединяем наше вязание следим за тем чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась вся смотрела в центр круга петельку с левой спицы накидываем на правую и накидываем на нее петлю с правой спицы затягиваем и разворачиваем наше вязание разворачиваем и для того чтобы отворот воротничка у нас был с красивым краем начинаем вязание резиночкой 1 на 1 1 петля изнаночная 1 петля лицевая 1 изнаночная 1 лицевая так будем вязать до конца ряда и провяжем нужное нам количество рядов на высоту от ворота нашего воротничка я буду вязать 32 ряда резиночкой 11 провязали 32 ряда такой у нас получился пухленький воротничок красивый отворот далее я перейду на спицы номер семь теперь распределяем петельки я развесила маркеры здесь у меня маркер начало ряда это спинка 1 петля регланной линии плюс 28 здесь лапка 1 петля плюс 10 петель далее грудка 1 петля плюс 8 петель 2 лапка 1 петля плюс 10 перегидываем маркер на правую спицу провязываем одну рекламную петлю далее формируем наш узор на спинке у меня три лицевые 1 изнаночная 3 лицевые для жгутика 1 изнаночная так вяжем до нашего маркера окончания вязания спинки у меня остались петельки для последнего раппорта мы спинку начинали с 3 лицевых нашу регланную петлю не считаем и закончить должны тоже тремя лицевыми поэтому две петельки я провяжу вместе разверну провяжу вместе лицевой за заднюю стенку все теперь у нас спинка начинается тремя лицевыми для жгутика и заканчивается тремя лицевыми далее у нас идут петли лапки все петельки буду провязывать лицевыми петельки грудки 1 регланная петля 8 лицевых и петли 2 лапки 1 регланная петля и 10 лицевых мы провязали первый ряд теперь расскажу про при бабочки я буду вязать 39 рядов 39 рядов это моя длина 20 сантиметров от шеи до передней лапки прибавки делаем после регланной петли и перед регланной петли здесь у меня обозначение п перехлёст с спинка р рукав в каждом втором ряду делаем при бабочку на спинке в каждом третьем делаем при бабочку в рукавах и в каждом четвертом мы будем делать перехлёст в жгутиках на спинке сейчас мы вяжем второй ряд делаем при бабочку после реглана петли провязываем лицевую регланную делаем прибавку из протяжки накидываем ее на левую спицу провязываем лицевую петлю далее вяжем по узору 3 лицевые 1 изнаночная до конца спинки в конце нашей спинки перед маркером делаем еще одну при бабочку накидываем протяжку на левую спицу провязываем скрещенную петлю далее у нас одна петля регланной линии рукава и 10 лицевых петель во втором ряду мы никакие при бабочки больше не делаем только на спинке все остальные петельки довязываем лицевыми мы начинаем третий ряд по нашей схеме у нас здесь при бабочки в рукавах но по мере прибавления петель на спинке мы должны включать их наш узор здесь я могу подключить уже одну изнаночную провязываю прошлую прибавленную петлю изнаночной далее по узору 3 лицевые 1 изнаночная так и до до конца спинки в конце спинки меня тоже прибавлена одна петля в прошлом ряду я ее тоже смогу включить в наш узор на спинке у нас симметричен соответственно какой петелькой мы начинаем спинку такой закончим вот это прибавленная петля в прошлом ряду я ее уже провязываю изнаночной на рукавах у нас при бабочки провязываю одну регланную петлю делаю прибавку из протяжки провязываю скрещенной лицевой довязываю рукавчик до конца и в конце рукава перед маркером также делаю при бабочку а далее у нас идет грудка на грудке мы никогда при бабочки не делаем на протяжении всего вязания но всегда грудку просто провязываем лицевыми петельками второй рукав провязываю регланную петлю также делаю при бабочку из протяжки провязываю скрещенную лицевую довязываю рукав до конца и в конце также делаю при бабочку перекидываю маркер у нас начинается четвертый ряд четвертом ряду у нас прибавка на спинке после регланной линии из протяжки скрещенная лицевая изнаночная и далее делаем перехлест и вводим спицу за работаю вторую третью петлю меняем местами с первой так что 1 оказалась спереди возвращаем на места все петельки и провязываем их лицевыми далее изнаночная и снова вводим спицу за работаю вторую третью петлю меняем местами с первой провязываем лицевыми так делаем перехлёст и до конца спинки в конце спинки не забываем про прибавку провязываем изнаночную делаем прибавку из протяжки перекидываем маркер 1 регланная петля далее вяжем лицевыми петельками до конца ряда больше прибавок у нас в этом ряду нет пятый ряд у нас тоже без прибавок вяжем по узору и далее следим по нашей схеме вяжем 39 рядов не забываем делать прибавки где нужно и перехлёст и в узоре на спинке я провязала 39 ряд спинки дальше мне идут петли рукава я их буду снимать на дополнительную спицу перекидываем все наши петельки снимаем маркер и оставляем рука в сторонке подводим нашу спинку грудки провязываем лицевые петельки с грудки далее у нас идет второй рукав его тоже снимаем на дополнительную спицу все петельки переодеваем и пока оставляем рукава в покое пересняли все петельки и соединяем наше основное вязание в круг теперь у нас на спицах только спинка и грудка и мы будем вязать по кругу длина свитера на животике у меня 30 сантиметров но 6 сантиметров я оставлю на резиночку буду вязать 24 сантиметра без всяких прибавок я провязала 24 сантиметра теперь мы начнем вязать укороченными рядами закругляя наш свитерок так чтобы на спинке он был длиннее а на пузике покороче я довязываю ряд перекидываю маркер и вяжу все петельки до конца спинки по узору у меня остался один рапорт на спинке я провязываю 3 лицевые а изнаночную перекидываю на правую спицу нить за работой и обнимаю петельку нашей рабочей нитью разворачиваю вязание вяжу в обратную сторону до начала спинки и также буду обнимать первую изнаночную петлю вот у меня остался один рапорт на спинке 1 лицевая 3 изнаночные и вот эту лицевую первую петельку узора спинки я также обнимаю наши рабочей нитью и разворачиваюсь вяжу до конца спинки по узору и буду обнимать предпоследнюю изнаночную петельку все развороты мы будем делать на изнаночных петлях сделали мы здесь потом сделаем здесь и так далее по узору я дошла до предпоследнего рапорта буду обнимать вот эту изнаночную петельку и разворачиваюсь а теперь у нас небольшой нюанс в лицевых рядах в каждом четвертом ряду мы делали перехлёст сейчас у нас получается идет четвертый ряд и мне надо сделать перехлёст я ввожу спицу сзади работы в третью петлю меняю местами с 1 2 немножко отзеркалили наш узор провязываю 3 петельки изнаночными 1 лицевая снова ввожу спицу за работой в третью петлю меняю местами с 1 2 провязываю 3 петли изнаночными с лицевой стороны у нас получаются правильные перехлёст и 1 лицевая и так будем вязать до той петельки на которой нам надо будет развернуться у меня остался один раппорт до разворота здесь я развернулась здесь мне надо развернуться перекрещиваю изнаночные петельки и обнимаю нашу лицевую петлю разворачиваюсь и таким образом мы будем провязывать пока у нас не обнимутся все раппорты пока у нас не останется петель и куда еще можно нам разворачиваться мне осталось сделать два разворота здесь и здесь вяжу по узору 3 лицевые изнаночные 3 лицевые разворот с изнаночной стороны у меня перехлёст вожу спицу за работой в третью петлю меняю местами с 1 2 провязывая изнаночными обнимаю петельку и разворачиваюсь провязали нашу спинку переходим на вязание резиночкой 1 на 1 вернусь к спицам номер шесть чтобы резиночка у меня была по плотнее начинаем вязание резинка 1 1 1 петля лицевая 1 петля изнаночная 1 лицевая и здесь у нас обнятая петелька ту нить которой мы оборачивали петлю поднимаем на левую спицу и провязываем за заднюю стенку эти две петельки далее снова лицевая изнаночная лицевая снова наша обнятая петля поднимаем нить провязываем изнаночные за заднюю стенку так будем вязать до конца ряда и затем провяжем резиночкой 1 на 1 10 рядов после этого закрываем резинку эластичным способом если перед нами лицевая петля делаем накид на себя провязываем лицевую и накидываем предыдущий накид перед нами изнаночная накид от себя провязываем изнаночную накидываем накид и предыдущую петлю снова перед нами лицевая накид на себя провязываем лицевую накидываем накид предыдущую петлю перед нами изнаночная накид от себя так закрываем все петельки до конца ряда такое закрытие за счет накидов получается очень эластичным после того как закрыли все петельки ниточку вытягиваем отрезаем вставляем в иголочку широким ушком ищем нашу первую горизонтальную петлю которую мы закрывали вводим рабочую нить под нее затем в центр предыдущей косички уводим наизнанку закрепляем и прячем кончики такой у нас получился красивый эластичный край свитера теперь переходим к рукавам переносим петельки рукава на прямые носочные спицы подводим рабочую нить и провязываем половину петель на дополнительную спицу вторую половину рукава провязываем на вторую дополнительную спицу здесь подмышечной впадине у нас образуется расстояние берем третью спицу и допираем дополнительные петельки для того чтобы у нас здесь не было дырочки я добираю 4 петли и далее продолжаю вязать по кругу провяжу петельки с первой спицы а на второй спице я буду делать у бабочки через ряд в конце спицы в каждом втором ряду я буду провязывать две петельки вместе у меня осталось две петельки на 2 спицы провязываю их вместе лицевой за переднюю стенку такие бабочки я буду делать через ряд вяжем на нужную длину рукава у меня это 10 сантиметров после того как нужную длину провязали переходим на вязание резиночкой один на один рукав у нас будет с отворотом и это резиночка на длину уже влияние не имеет вяжем 1 лицевую 1 изнаночную провяжем 10 таких рядов я провязала 10 рядов и закрываем известным нам способом таким же способом каким мы закрывали спинку перед нами лицевая накид на себя провязываем лицевую накидываем накид перед нами изнаночная накид от себя провязываем изнаночную накидываем накид и предыдущую петлю перед нами лицевая накид на себя перед нами изнаночная накид от себя мы закончили рукав аналогичным образом вывязываем второй рукавчик затем прячем все кончики и отправляем наш свитерок стираться машинку на режим ручной стирки сушим в расправленном виде на горизонтальной поверхности и вот такой классный красивый теплый свитерочек у нас выходит спасибо вам за внимание не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео